Благословенные Вы знаете, когда я об этом думаю, я понимаю, что внутри меня есть человеческое состояние, которое говорит, но ты никогда его не видел. Что заставляет тебя взирать к Богу, то есть обращаться к Богу. И обращение именно Андрея к Мессии, это особенное время, когда он имел общение с Ним, которое изменило его жизнь. Фактически, когда мы думаем о Боге, то есть относительно Коринфянам 2, 3 глава 18 стих, говорит о том, чтобы созерцать лицом к лицу, то есть созерцать Бога. Что это значит? Что значит созерцать? Я вычитал это местописание, проверил по словарю, и слово созерцать наглядно представлять. Кто из вас может наглядно представить какие-то вещи, если вы их никогда не видели? Кто из вас может представить какое-то платье, которое вы никогда не видели? В сущности, когда мы видим, мы себе представляем. Но знаете, что для этого Ишуа оставил или дал нам Дух Святой, который откроет внутри нас созерцание Божье. Что именно Духом Святым мы понимаем внутри себя, кто есть кто. А так же, как и Петр, Иоанн и Яков, которые пришли на гору преображения, и когда Ишуа преобразился, еще люди стояли там. Там был кто? Моисей и Илья. Да. Откуда они знали, что это были они? Божий Дух открывает, они созерцали, они видели это, и они провозглашали. Когда мы получаем Дух Святой, мы понимаем внутри, что мы можем обращаться к Богу, понимая то откровение, которое мы читаем из Евангелия. Кто Ишуа? Мы обращаемся к Богу через Него. И поэтому, видевший меня, созерцающий меня, видел и Отца. Первое, что привлекало Андрея, привлекло именно Андрея к Ишуа, это было слова у его учителя, Йоханана. То, что он сказал в сущности, вот агнец Божий, который возьмет грех всего мира. У Андрея, как у нормального еврея, это возбуждает любопытство. Для нас сегодня, живущих в этом мире, для нас словосочетание агнец Божий непонятно. Для регионистых людей мы понимаем, что это что-то связано с Божьим избранием, либо с Иисусом, да, как бы. Мы понимаем, регионистые люди, что это связано каким-то образом с избранностью Бога. Но для того времени, для Андрея, словосочетание агнец Божий говорит совсем о другом. Потому что многие ожидали Мессию. Мессию как освободителя. И фактически Иоанн не говорит, вот Машиях, вот он пришел, вот это тот, которого ждали. Он говорит другие слова, которые поражают Андрея и заставили его ноги следовать за Ишуа, для того, чтобы узнать, что это значит. В его разуме словосочетание агнец Божий связано с грехом или же искупительной жертвой за грех. С искупительной жертвой за грех. Левитам 6, 25 говорит, скажи Арону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть закалывана перед Господом на том месте, где закалывается всесожжение. Это великая святыня. Для Андрея, еврей, который страстно хотел видеть оправдание, он хотел иметь праведность. Иначе бы он не следовал за Иоанном. Он хотел иметь прощение. И вдруг это выражение агнец Божий заставляет его следовать за Ишуа по одной причине. Почему? Как это может быть, что Бог, который говорит, жертва за грех, это как агнец, который приносился за грех. Как может быть это происходить, если Бог говорит, жертвы человеческие мне не нужны. Нет, нельзя приносить человека в жертву. И вопрос у него состоялся. Какая параллель между агнецом Божьим и этим человеком? Я пойду. Любопытство двигало им следовать за Ишуа. Ишуа, знающий сердца людей, говорит, что тебе надо. Он ничто не мог сказать иначе, расплох, взял и каждого из вас. Если сегодня Господь спросит, что тебе от меня надо? Что тебе от меня нужно? Почему ты следуешь за мной? Какова причина твоего следования за мной? Исцеление, пророческое слово, знать будущее, финансовое благополучие. Что тебе от меня надо? И знаете, Андрей, как и многие из нас, могли бы сказать то же самое, не зная, что говорить, где живешь. Представьте, вы идете по Молдаванке поздно ночью, за вами уплелись двое, в переулке, вы бы, наверное, больше дали бы газу и быстрее бежать. А он поворачивает, что надо? Он говорит, где живешь? Ишу, говорит, пойдите, посмотрите. Другими словами, я приглашаю тебя в мою жизнь посмотреть, кто я. Сегодня Бог тоже может задать те же вопросы. Тебе нужно исцеление? Тебе нужно пророчество? Сверхъестественное? Глубокое познание Библии? Обещание финансового процветания? Что тебе сегодня надо? Кто для тебя Ишуа? Слово сочетания, агнец Божий к нам даже не может каким-то образом приукнуть, потому что мы не понимаем, что такое жертва за грех. Но он говорит, что эта жертва должна быть закалана перед Господом от святыни. И Андрей, ищущий Бога, и его праведности, следует за Ишуа, и он проводит с ним один вечер, или тот день. И этот день изменяет его. Я не знаю, что произошло. Я не знаю, что в жизни Андрея произошло, какой разговор был с Ишуа, что именно, о чем они общались, здесь ничего не сказано. Но написано, что в тот день, в тот день, он пошел, он пошел со своим братом Петром. Как многие из нас, когда мы познаем Ишуа Мессии, то есть Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, как многие из нас желают и бегут, чтобы рассказать о своем спасении, о своем освобождении, о своем откровении, что Иисус Христос или Ишуа Мессии является Господом и Спасителем. Кто из нас бежал к своим близким, родным, братьям, говорили им о том, что должно было происходить, что произошло с вами? Как многие из вас это делали? И к большому сожалению, вы пытались их привезти в общину или в другую церковь? И может быть, как Петр, люди приходили и говорили, а, что-то мне не нравится здесь. Что-то чересчур большие танцы, что-то они кричат, скачивают, прыгают, веселятся. Что-то оно не по мне. Знаете, у Андрея то же самое произошло. Он не перестал верить, что Ишуа Мессия, но он не сделал решение последовать за Ним. Услышьте меня правильно. Многие люди верят, что Иисус, Ишуа Мессия является Господом и Спасителем, но свою жизнь они не изменяют, они не хотят следовать за Богом. Потому что последование за Богом требует жертвы. Мы много очень думаем и говорим о том, что призыв учеников у Ишуа был простым. Оставьте сети, оставьте все, я сделаю вас ловцами человеков. Когда мы говорим, мы сразу вспоминаем Петра. Но на самом деле, здесь не только Петр, который нуждался в призыве. Там нуждался и сам Андрей. Ишуа следует за ними, чтобы сделать им предложение, от которого они не откажутся. И фактически сверхъестественно. Андрей переживает сверхъестественное и удивительное. И тогда он делает решение. Он делает решение в пользу следования за Богом. Чтобы следовать, надо оставить плотские помыслы. И следовать. Я вам скажу честно, легче оставить бизнес, либо место своего проживания. Это легче всего. У тебя даже если у него бизнес есть, он расцветает. Многие люди, особенно в свободных общинах, они считают, надо построить бизнес так, чтобы я был свободен от всего. Но в самом деле, можно оставить бизнес, переехать совсем в другой город, но остаться в рабстве. Итак, свергнем себя, иго греха. Последуем за Мессией. Ведь все мы этого желаем. Мы хотим оставить свои распри. И Писание говорит о том, что не плотские ли вы, если между вами есть разногласия, если есть у вас ссоры, если у вас есть какие-то еще переживания. Вот это нужно оставить и последовать за Мессией. Встреча с Мессией в тот вечер преобразовала Андрея. Андрей стал абсолютно другим. Он начал искать Бога. Он стал другим. У нас сегодня хлебопреломление. Встреча с Богом. Ишуа не просто открылся, как Агнец Божий, как жертву за грех. Он открывается, как Мессия. И впоследствии Андрей, он начинает переживать нечто с Ишуа, где Ишуа начинает говорить о себе, как об Агнеце Божьем. И смотрите, Иоанна 6, глава 51 стих. «Я хлеб живой, сошедший с небес, идущий хлеб сей, будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которое я отдам за жизнь всего мира». Странные слова. Помните, Агнец Божий, жертва за грех. Он говорит, как это вот можно быть, если только приносили баранов или же там другие жертвы овнов за грех. Здесь сказали, за отпущение, за грех. То каким образом Бог возлагает на него грехи всего мира? Каким образом Он хочет, чтобы это было жертва? И Ишуа говорит, я хлеб жизни. И вот то, что я вам дам, я дам вам свою плоть. И тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как Он может дать нам есть свою плоть? И Ишуа же сказал им, истинно, истинно говорю вам, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить чаши его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Я его воскрешу. «Ибо плод Моя есть истинная пища, и кровь Моя истинная есть питье. Едущий Мою плод и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу отцем, так и я, так и идущий Меня жить будет Мною. «Се есть хлеб, сшедший с небес, и так как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб же жизни жить будет вовек». «Се, — говорит Он в синагоге уча в Капернауме, многие учеников Его, слыша, то говорили, какие странные слова, кто может это слушать?» Многие даже верующие, когда слышат эти слова, думают, «Боже мой, о чем это?» Встреча лицом к лицу через хлебопреломление. Встреча переживания Бога на уровне агнца Божьего. Сегодня люди гоняются, бегут к таким вещам, как сверхъестественное. Они бегут на какие-то мероприятия чудесные, великие, какие-то еще мероприятия, бизнеса, чтобы на основании Слова Божьего устроить себе жизнь. А Ишуа сегодня для каждого из нас задает один простой вопрос. «Что тебе от Меня надо?» Что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Можно купить абсолютно все, и это возможно. Можно даже получить свое исцеление, освобождение, получить от привычек каких-то. Это получить возможно. И если ты не понимаешь, что это не конец, Бог хочет, чтобы ты понял, что Он является искуплением твоим, твоего Духа. Поэтому вопрос был задан правильно. Андрей, что тебе от Меня нужно? Ты ищешь Мессию? Ты ищешь? Пойди со Мной, проведи время. Бог сегодня предлагает каждому из нас провести это время возле чаши, которая называется чаша Нового Завета. И что Он предлагает в ней? В этой чаше Бог предлагает больше, чем мы можем ожидать. Мы видим дальше, что через жизнь Петра много что изменяется. Через это служение, которое провел Иешуа с ним. Помните, когда Андрей привел Петра, тот подсказал, ты, Петр, камень. То есть, Симон, Петр, камень. Все. А Андрей говорил, мы нашли Мессию. Мы нашли Мессию. Я не знаю, что произошло в жизни Андрея, что они пошли ловить рыбу. Может быть, кто-то здесь из вас, познавший Мессию, потом пошли ловить рыбу. Вы верите в Иешуа, но вы не последовали за ним, потому что последовать за ним означает даже потерять свою жизнь. Ответься от всего. Может ли это быть с нами? Может. И дальше смотрите, что делает Петр. Когда Иешуа сказал в 12, хотите ли вы уйти? Услышав то, что говорят, какие слова? Кто-то может разуметь. Иешуа поворачивается и говорит, а вы не хотели бы еще уйти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Мессия, Сын Бога Живого. How? Это откровение. Познать Бога. Когда пришла Пасха, последняя Пасха в жизни Иешуа, здесь на земле. Иешуа открывает им сущность пасхального исхода, победы над грехом. И он говорит, вот о том, о чем говорили пророки. О том, чем первая Пасха свидетельствует, свидетельствует об исходе. И эта Пасха направляет ко мне сюда. Вот чаша. Чаша не просто Нового Завета, будет отсюда все новое. А чаша нового обещания, обетования для тебя. Встречи с Богом. Которая будет напоминать тебе о смерти и воскресении. О победе над грехом. То, кто поможет тебе в твоей жизни. Хлебопреломление – это не просто часть нашего ритуальной жизни. Это осознавание и напоминание реальности. Услышьте. Во многих общинах считается, что это всего лишь символы. Символы крови, символы его плоти. Но Иешуа говорит, это есть моя кровь и это есть моя плоть. И кто будет в этом участвовать, будет иметь жизнь вечную. Очень часто говорят, что это необходимость, чтобы христиане, верующие, имели жизнь вечную. Друзья, если ты участвуешь, не осознавая об этой встрече с Иешуа, при этой чаше, при этом хлебе, вечности битья не будет. Если ты не осознаешь, что Иешуа является агненсом Божьим, а не просто целителем, освободителем, дающим благо на этой земле, тогда мы не попадем туда. Все, что я хочу сегодня сказать, это то, что причастие, на латинском говорится, participan, на английском participation, то есть участие, участие в его страдании и в его воскрешении. Услышьте. И когда Рав Шаул говорит об этом, он говорит, смерь Господню, мы что? Возвещаем, вспоминаем, participan, то есть участие. Конечно же, Евхаристия. Слово Евхаристия, которое, это везде, во всех церквях, греческое слово, которое говорит намного глубже, это таинство именно познания. И Евхаристия, это благодарение. Слово Евхаристия переводится как благодарение. Когда мы встречаемся с этой чашей, которая перед нами, и хлебом, который перед нами, мы вкушаем, мы начинаем благодарить, и наш дух, он начинает говорить Богу славословие, хвалу, и мы переживаем Бога через Ешо Мессии. И поэтому говорит, никто не может приходить к Отцу, как только через меня, через мою кровь, через мою плоть, чтобы получить жизнь вечную. Мы сейчас встанем в наши ноги. у нас сегодня хлебопреломление. У нас сегодня встреча лицом к лицу через хлеб и через вино. Но это нужно помнить. Мы хотим иногда переживать Бога через хвалебные вещи, через какие-то еще сверхъестественные переживания, подойти и прикоснуться к Богу. И мы говорим, как много было Бога. Как много было Бога в этом служении. Но услышите меня еще правильно. Вот Агнец Божий. И Ешо говорит, да, моя кровь и моя плоть являются дверью и гарантом воскресения и жизни вечной. Но он говорит, познайте, как благ Господь. Познать, познать и внутри, как благ Господь. И когда мы приступаем к хлебопреломлению, для нас очень часто это просто чашечка, это просто маца. Но на самом деле это встреча лицом к лицу. Это встреча с Богом. потому что только Он обещал это, что я заплачу собственной кровью. Собственной кровью заплачу за твои грехи. И для Андрея, как и для нас, должно быть вопрос. Если он жертвы человека не захотел, он запретил, и Он сказал, вот жертва за грех должны привести овна, козла перед священником. Он его заколит перед Господом и говорит, это святыня перед Богом. Представьте себе другую картину. Песох, то, что происходит в Гевсимании, он припадает камню, вопиет к Богу, борется с тем единственным желанием делать или нет. Для кого? Для нас. И Он говорит, Абба, да не будет моя воля. Моя воля, она не хочет через страдания. Потому что Он видел, как оно будет. Он знал, как это будет. Но Он обращается, да не будет моя воля, но твоя. Он и шел на это сознательно, чтобы мы, когда будем собираться вместе, мы не думали, о, хлебопреломление, причаститься. К чему? К чему? Чашечка? Хлебушек? Это встреча с Богом. И если мы поймем это, как Андрей понял, что он Машиях по одной причине Агнец Божий. И он не был в числе тех сомневающих, которые говорят, о, какие слова он говорит. Он, наверное, сразу вспоминал. Это мое понимание, или как бы моя догадка. Он, наверное, понимал, подожди, Йоханан об этом говорил. Агнец Божий. А теперь он сам свелись о том, что надо будет участвовать в крови и плоти его. А потом последняя Пасха будет. это точно. Он Агнец Божий. У нас может быть каждый раз встреча с Богом, где нас исцеляет, где нас освобождает, где он нас поднимает, где очищает. Это встреча возле причастия. Это встреча возле крови и плоти Ишуа Мессии. Это не символы. Таинство общины апостолов остается таинством. Каждый пытается подумать, каким образом то, что на столе, пока за него не помолились, пока его не отделили в сторону, оно просто виной, просто хлеб. Каким образом это преобразуется в сверхъестественное залогом вечной жизни? Я вам скажу один ответ. Я не знаю. Так же самое, непонятно, когда из стада выбирали овцу, как только ее отделили для жертвы она стала жертвой за грех. Так же самое и это. Из той же бочки наливают, пьют люди, упиваются, из той же бочки мы взяли и отделили для того, чтобы это стало нашим гарантом. Встреча со своим гарантом. сегодня у тебя встреча с твоим гарантом. Верующий в меня, участвующий в меня, еще говорит, того я воскрешу в последний день. у Субтитры создавал DimaTorzok